Добрый день, уважаемые коллеги! Очень приятно очутиться в этом городе, очутиться на столь значенном мероприятии. Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день мероприятие более масштабное, категорически более интересное. И с 8.30, находясь здесь, в зале, ни на одну минуту не было ни скучно. Было очень много всего интересного. Ну и в данный момент моя работа в большей степени посвящена, наверное, не научным разработкам, а клиническому применению, то, что у нас сегодня есть. Не вызывает сомнения, и в этой аудитории вновь прошло подтверждение, что онкология, онкологические заболевания, это и есть иммунопатология. И, естественно, иммуноактивная терапия должна занимать одно из ведущих мест при лечении больных с нарушением функций иммунной системы. И принципы лечения иммунопатологических состояний, они просты и сформулированы, наверное, чисто интуитивно среди нас, врачей, уже давно. Это необходимо устранить причину, устранить патогенный агент, чем практически сегодня, о чем и занимается этот форум. То есть, по большому счету, хирургические методы лечения, химиотерапии, радиологической терапии. И сегодня, в большей степени даже, перспективные иммуноактивные препараты, которые в конечном итоге направлены на то, чтобы устранить опухоль, устранить причину, устранить патогенный агент в данном случае. Но мой доклад в большей степени я бы хотел посвятить третьему этапу лечения онкологической патологии. Это нормализацию работы иммунной системы уже после того, как мы разобрались или попытались разобраться с опухолью. Есть необходимость перенастроить, нормализовать работу иммунной системы. К чему веду я этот разговор? К тому, что на сегодняшний момент у нас в стране с отечественными производителями появилось огромное, не огромное, но достаточное количество иммуноактивных препаратов. И прежде всего это касается препаратов цитокина. Это всем известные ваши препараты. Это и рифноты, это и гамма-интерферон, и интерлекин-2, интерлекин-1, и колоннестимулирующие факторы, большое количество альфа-интерферонов. По большому счету у нас есть чем воздействовать на функцию иммунной системы. Но что происходит? При стандартном назначении, при стандартной терапии мы с вами, как врачи-клиницисты, определяем 4 исхода. Когда у нас мы видим великолепный эффект, но в то же время не всегда этот великолепный эффект существует. Мы в некоторых случаях получаем осложнения, в некоторых случаях мы получаем неблагоприятные исходы с осложнениями или без осложнений. То есть встает вопрос, почему же это происходит. И здесь мы приходим к тому, что любое развитие патологического процесса, и в том числе онкологического процесса, и постонкологического процесса, это развитие исхода, проблема мультифакторная. И в данном случае на нее воздействует большое, огромное количество факторов. Ну и в данном случае с позиции врача, специалиста, иммунолога, я не онколог, я иммунолог, необходимо отметить, что иммунологическое воздействие, нормализация работы иммунной системы, это очень важное мероприятие, которое необходимо проводить. Но здесь мы с вами сталкиваемся вот с какой особенностью. Мы очень много знаем о опухолях, мы их генетически типируем, мы их разобрали по полкам. Но почему-то с другой стороны получается то, что больной пациент, человек, почему-то он у нас рассматривается как чуть ли, ну извините меня, не однотипное, какое-то такое однотипное существо. Вот на прошлый год я представлял информацию о том, что исходное состояние иммунной системы у больных, в данном случае раком почки, она практически у всех разная. Вот если даже глобально рассматривать состояние иммунитета, связанное с реактивностью, связанное с активацией врожденной или адаптивной иммунитета, связанное с иммунодефицитами, связанное с дисрегуляцией иммунитета, вот обратите внимание, что на сегодняшний момент, вот мы даже, исходя из вот этих пяти критериев, вот происходит вот такое распределение, что требует по большому счету различных методов воздействия. Ну согласитесь, если мы видим активацию иммунной системы или мы видим иммунодефицит, подход-то иммунологически совершенно должен быть другой. Поэтому стоит необходимость, стоит возможность и не только возможность, а в том, чтобы разобраться, что же происходит с человеком и рассматривать не по большому счету не его генотип, а ему прежде всего состояние иммунной системы. И в этой ситуации нам прежде всего помогает оценка состояния количественной, функциональной состава клеток иммунной системы. Сегодня существуют великолепные инструменты, которые позволяют нам анализировать различные популяции различных клеток. И это касается не только Т-лимфоцитов, это касается и клеток других, которые также отвечают за работу иммунной системы. Вот начинаем говорить о топических нарушениях, связанных с работой иммунной системы. Первый этап – характеристика моноцитов. Обратите внимание, что при панели, когда мы можем выделить основные популяции моноцитов и определить экспрессию HLA-DR на моноцитах, в 43% снижена экспрессия на моноцитах HLA-DR. В 33%, то есть у третьих больных, определяется повышение так называемых неклассических моноцитов, провоспалительных моноцитов. Ну и, естественно, при вот таких показателях имеет необходимость говорить о коррекции с помощью цитокинов, в данном случае это интерлейкин-1, фактор некрозоопухоли. При снижении числа моноцитов имеет смысл говорить о колоннестимулирующих факторах. Если же показатели нормальны или они в каком-то случае даже повышены, мы не просто не добьемся положительного эффекта, а может быть по типу обратной связи мы получим отрицательный эффект. Вот о чем сегодня говорил Владимир Александрович. Далее, нитрофилы. Вроде бы как, так или иначе, противоопухолевом иммунитете они не участвуют, и может быть даже не просто не участвуют, но и в какой-то момент они обладают неблагоприятным прогностическим эффектом. Но, тем не менее, обратите внимание, практически у 90% пациентов определяется активация нитрофилов. А у 43% пациентов определяется сниженная экспрессия 16-го рецептора. Вот подход совершенно разный в данном случае в проведении иммуноактивной терапии. В данном случае это тем же интерлекином первым, тем же фактором некроза по опухоли, колоннестимулирующими факторами. Далее, характеристика НК клеток. Совершенное разнообразие у пациентов. У 45% определяется увеличение цитокин-продуцирующих НК клеток. У 50% определяется снижение числа токсических НК лимфоцитов. Подход в лечении совершенно разный. В одном случае есть необходимость назначать альфа-интерфероны, в другом они просто противопоказаны. Далее, характеристика НКТ клеток. Ну, предыдущий оратор Андрей Анатольевич уже представлял информацию такую. И опять же, не буду повторяться, но что хочу отметить. Применение интерлекина второго, гамма-интерферона, фактора некроза в опухоли. В конечном итоге, при определенной патологии, именно связанной с нарушением популяционного состава НКТ клеток, вероятнее всего, могут нормализовать работу этого звена иммунной системы. Тоже это касается регуляторного звена иммунной системы. И в данном случае, вероятнее всего, здесь наиболее активным препаратом при нарушении регуляторных, количество Т-регуляторных клеток, нарушении различных экспрессий, вероятнее всего, должен послужить препарат, фактор некроза опухоли. При этом, обратите внимание, что CD-279 рецептор, это не что иное, как PD-1 рецептор, и мы о нем сегодня очень много интересных докладов выслушали, но у больных, по нашим данным, у больных онкологическими заболеваниями в 50% он снижен, а во всех остальных случаях он повышен. Так вот, встает вопрос о необходимости назначения на данный момент вот этих высокотехнологичных, и не просто высокотехнологичных, эффективных препаратов, но в том числе они еще достаточно дорогие, и в конечном итоге мы получим, с вами можем получить не только благоприятный исход, а в конечном итоге встанет вопрос, что препарат не работает, а он и не должен работать, потому что нечего ему блокировать. Подобная ситуация касается и характеристики цитотоксических таллимфоцитов, то есть снижение клеток эффекторной памяти, снижение числа клеток эффекторной памяти с PD-1 рецептором, увеличение числа клеток эффекторной памяти конечного этапа дифференцировки, в конечном итоге, вероятнее всего, могут решить проблемы, связанные с цитокином, интерлекин-2 и гамма-интерферон. Может быть, нет необходимости применять какие-то более активные препараты, к сожалению, не всегда с благоприятными побочными эффектами. Вот исходя из того, что я вам представил, предлагается алгоритм разработки применения иммуноактивных препаратов, в данном случае цитокинов, при лечении больных с нарушениями функций иммунной системы, при нарушении у онкологических больных. Когда мы на первом этапе клинически определяем степень и уровень тяжести иммунных нарушениях, в лабораторных условиях с помощью проточной цитометрии мы определяем, так называем, топическую диагностику, и исходя уже из особенностей вот этой топической диагностики, предлагается применять цитокины, как, опять же, ссылаясь на Владимира Александровича, применение определенного цитокинового коктейля. Ну, данная работа у нас комплексная, большая, в ней задействовано большое количество организаций, и это не только наши красноярские организации, ну и в том числе это наши друзья и соратники из Санкт-Петербурга, с Дальнего Востока. Поэтому обязательно хочу отметить, что вот именно в таких содружествах, наверное, и решаются эти вопросы. Ну и особенно мне бы хотелось обратить внимание о раскрытии информации о финансовой заинтересованности. К сожалению, ни одна из фармфирм не поучаствовала в поддержании данного проекта. Благодарю за внимание. И в заключение хочу вас всех пригласить 20-22 октября в город Красноярск. У нас традиционная конференция, которая называется «Иммунология в клинической практике». Это и на базе Красноярского краевого онкологического диспансера планируется большая, именно большая конференция, которая будет посвящена онкоиммунологии. Всех вас приглашаю в город Красноярск. Благодарю за внимание.